Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Вот мы всё, коронавирус, коронавирус с утра до вечера. А между тем, другие болезни тоже никуда не делись. Они тоже по-прежнему остаются очень актуальными для нашего региона. И среди прочего, это заболевание сердечно-сосудистой системы. О том, как выглядит в этом плане Тверская область. Действительно ли это у нас очень актуально, а может, у нас всё хорошо. Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Хочу представить, это новый главврач нашего областного кардиодиспансера Николай Жуков. Николай, добрый день! Добрый день, Роман! Вы, дорогие телезрители, можете, кстати, задавать нам вопросы. 300-190, прямой эфир. Николай, скажите, пожалуйста, вот прав я или нет, актуальна проблема сердечно-сосудистых заболеваний для Тверской области? Ну, Роман, конечно, если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, они всегда были и остаются весьма актуальными. Несмотря на то, что мы сейчас проживаем очень непростое время, у нас сейчас эпоха эпидемии или пандемии, инфекционных заболеваний, в частности, новой коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, и неинфекционные заболевания, которые были до этого, в эпоху пандемии, они никуда не ушли. И, наверное, наоборот, они все-таки имеют высокий уровень распространенности среди населения, как в России в целом, так и в нашем регионе. Да, в принципе, это общий мировой тренд, так и, в общем-то, характеризуется не столь благоприятным показателем, помимо распространенности, это показатель летальности. Конечно, сердечно-сосудистые катастрофы, ну, в частности, наверное, мы будем говорить об инфаркте миокарда, так и мозговые катастрофы, это инсульт. Среди всех болезней БСК занимают приоритетная и главенствующая роль. А почему так? Что, экология, образ жизни такой? Или, опять-таки, а может, было так всегда, времена Гиппократа и Галена? Ну, безусловно, болезни системы кровообращения, скажем так, это, ну, если брать в популяционном варианте, это болезни возраста, да? Ну, наверное, этот тренд, он не тренд современного времени, но был и раньше, и, в общем-то, наоборот, сейчас медицина же на месте не стоит, она развивается, развиваются новые варианты подхода в лечении этого тяжелого контингента пациентов, определенные сдвиги нам уже удалось добиться. Вот, но, тем не менее, актуальность обусловлена совокупностью, на самом деле, факторов. И если мы говорим о факторах, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, то их можно условно разделить на две группы. Первые факторы риска, они так и называются, в общем, факторы риска развития болезни. Это немодифицируемые факторы, на которые никто повлиять не может, в том числе и медицинское сообщество, врачи, к ним относятся возраст, к ним относятся пол, к ним относятся наследственность, и генетические детерминанты крайне в этом отношении влияют, да? Вот, и это расовая принадлежность. В каком-то? Ну, вот так вот. И второй момент... А сразу вопрос, тебе зрители, нам повезло? Возвращение расовым белым, попросту говоря. Нам повезло. Нам вот так вот? Да. Вот. И второй вариант, это модифицируемые факторы риска, те, на которые мы с вами повлиять можем. Ну, и если мы пройдемся по наиболее значимым или распространенным, это гиподинамия, это курение, это из, ну, нарушения в диете, допустим, избыточное потребление соли. Это другие заболевания, такие как сахарный диабет, которые напрямую влияют на развитие и темп развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. То есть, как мы видим, факторов риска очень много. То есть, вот, говоря, переходя к следующему вопросу, кто находится в группе риска, соответственно, я так понимаю, телезрители уже, наверное, сами могут сделать вывод, что люди старшего возраста, а также все, кто вот ведет такой не самый правильный образ жизни? Ну, и это тоже наличие сопутствующих болезней. Вот мы еще не сказали о факторе риска, но это заболевание крайне распространено, это артериальная гипертония. Поэтому люди, которые имеют уже, скажем так, в своем, ну, такие заболевания, как диабет, да, такие заболевания, как гипертония, они, ну, безусловно, находятся в группе риска по развитию, ну, скажем так, других клинических состояний, в частности, острых сердечно-сосудистых катастроф. А вот тоже вы говорите, переедание в плане злоупотребления соли и так далее, можно как-то увязать, что у нас сейчас, ну, эпоха в какой-то степени фастфуда, то есть, ну, а фастфуд, сами знаете, был вкуснее, там всегда и присолят лишнего и так далее. Ну, фастфуд, он, в принципе, не является, как бы, правильным вариантом, да, или правильными нормами питания, и, конечно, это способствует тому, что у нас происходит развитие болезни, в том числе, ну, сами понимаете, да, по своим, скажем так, по составу, что фастфуд входит, это, безусловно, влияет на липидный обмен, и, как следствие, это влияет на развитие серьезного такого заболевания, как атеросклероз, который лежит, в общем-то, в основе острых состояний, да, сердечно-сосудистой системы, в частности, и того же инфаркта миокарда. Именно атеросклеротическая бляшка и ее изменения приводят к развитию инфаркта миокарда. — Тоже, соответственно, верно я понимаю, что вот контингент, который в зоне риска находится, ну, в него попадает, получается, может быть, не сразу, но через, скажем так, к среднему возрасту, может быть, молодежь, которая, как известно, очень любит, вот зайдите в любой фудкорт любого торгового центра, там, ну, сколько, ну, минимум 50% посетителей, а то, мне кажется, даже 60% — это именно молодежь. — Они проводят там время, сидят, кушают и так далее, и, естественно, они привыкли, вот это уже поколение привыкли делать намного чаще. Мы-то в прежний уровень в Макдональдс едешь в Москву раз в год уже и доволен, еще коробочка у тебя лежит на памяти. Они каждый день, ну, не каждый день, но довольно часто. — Ну, безусловно, рано или поздно подобное, скажем так, поведение, оно свои плоды-то нам даст, но нужно понимать, что атеросклероз — это болезнь, которая начинается с рождения и не заканчивается никогда. И от того, что человек в 20 лет, да, сходил в Макдональдс, это не факт, что у него на следующий день разовьется. — Не на следующий. — Да. А вот с течением времени, конечно, да. — Ну, то есть, я почему, что раньше они падут в зону риска, чем поколения более старшие? — Ну, можно и так сказать, но здесь, наверное, нужно учитывать совокупность факторов. — Питание, курение, да. Ну, вот раньше был такой термин, как вредная привычка, помимо курения входил там алкоголем, ну, злоупотребление алкоголем. Вот. Ну, это все. Потому что на любое заболевание, в общем-то, есть такое понятие, как образ жизни. Он, в общем-то, и относится к медицинской науке, а, в общем-то, и не относится. Потому что образ жизни — это формирование этого образа, оно напрямую зависит от самого человека. Да, мы можем на него каким-либо образом повлиять, но, тем не менее, сам человек должен придерживаться, ну, здоровых норм жизни. — Ну, что, совсем не есть фастфуда и так далее. — Я не говорил, это вы сказали, что совсем не есть. — Нет, я сказал. Ну, просто, когда обычно это говорят, ну, скептики говорят, что это, как бы, ну, все-таки такая теория, что, ну, правильный образ жизни, получается, мало кого вести, то у нас сейчас получится вывести рекламу на три минуты. Дорогие телезрители, не переключайтесь, мы говорим сегодня о проблемах сердечно-сосудистой системы. У нас в гостях новый главврач нашего областного кардиодиспансера. Не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. У нас в гостях главврач областного клинического кардиодиспансера, Николай Жуков, новый главврач, кто не привык, потому что, как известно, очень долго эту организацию возглавлял Игорь Эльгард на пенсии теперь уже, так что привыкайте к новому главврачу, новому главному кардиологу по региону. Николай, скажите, пожалуйста, ну, хорошо, опять-таки, вот у меня вопрос, который, ну, наверное, ответ на него спросит сам с собой, из-за того, что вы уже нам рассказали. То есть, какие меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, то есть, понятно, не курить, больше двигаться, очень редко, а лучше совсем не есть соленое, верно я понимаю? Алкоголь тоже, я не знаю, там, бокал шампанского Новый год. Ну, так, наверное, утрировать-то не нужно. Нужно прекрасно понимать о том, что у любой болезни есть меры как первичной профилактики, так и вторичной профилактики. Да, но вторичной, когда мы уже боремся с предупреждением повторных событий, скажем так, а первичной, это когда мы предотвращаем само заболевание. На самом деле, здесь мер первичной профилактики достаточно много. Понятное дело, что в большей степени это какие-то поведенческие моменты от самого, да, скажем так, человека, но тем не менее, вот еще Николай Иванович Пирогов сказал феноменальную фразу, феноменальную вещь, будущее за медициной профилактической. И в плане профилактики у нас есть очень хороший инструмент, такой как диспансеризация, которая направлена на выявление каких-то факторов риска. Так вот, с профилактической точки зрения можно обращаться к терапевту, да, лабораторный контроль дел своего липидного профиля, электрокардиограмму, ну, оценивать совокупность факторов риска, и, исходя из этого, медицинский работник, врач, даст те рекомендации, которые необходимо пациенту соблюдать. Но и пациент должен быть привержен к тому, что регулярное обследование, ну, самых важных, скажем так, витальных параметров, витальных функций организма, ну, это делать необходимо. Ну, как часто, раз в год? Ну, этого достаточно вполне. Если есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться, тогда кратность этого интервала может быть уменьшена, там, раз в полгода. Опять-таки, всё зависит от того, какие мы данные получаем. По данным липидограммы, по данным, там, ультразвук сердца или электрокардиограммы, ну, ЭКГ в меньшей степени. Соответственно, мы и составляем вот этот вот план профилактических осмотров пациента. Ну, в целом, один-два раза в год. Скажите, ну, вот Вы сейчас сказали обследование, до этого упомянули все эти бляшки в сосудах, которые мы знаем с детства, что называется, пугают врачи уже. А мне вот интересно, а вот современное оборудование, мы так привыкли, что сейчас все эти томографы и так далее, уже человека можно просветить вдоль и поперёк, во всех проекциях и так далее. Вот современное обследование позволяет человеку в результате диспансеризации и медосмотра сказать, о, а вот тут у Вас бляшка, и она представляет опасность. Или нет? Или по-прежнему о бляшке узнают только, когда что-то случится? Инсульт или... Ну, подождите, в рамках диспансеризации, если мы о ней говорим, то, конечно, вот такие высокоточные, высокотехнологичные методы, они не совсем применимы. Дорогие. Ну, во-первых, это и затратно, скажем так, а во-вторых, ну, как бы и нужды-то нету нам. Пляшку это вывезти, потом человек... Хорошо, мы её вывезем, а дальше-то что? Вот мне-то как раз такое интересное, с ней что-то можно сделать? Современными методами? С современными... Ну, смотрим на то, какая это бляшка. Мы, допустим, не прибегая к методам МРТ или там ангиографии, мы можем УЗИ сделать сосудов ультразвуком, и мы увидим. Или предикторы развития атеросклероза, или саму бляшку, они хорошо видны. Зачем прибегать к более, скажем так, дорогостоящим методам, если можно обычным рутинным способом выявить, допустим, утолщение комплекса интим-медиа, или увеличить саму бляшку, которая или нарушает, или не нарушает кровоток. Вот она нарушается, с ней что-то можно сделать? Конечно, можно. Ну, в зависимости от того, в каком бассейне она находится. Да, это хирургические, это рентген-эндоваскулярные в основном методы лечения. Конечно, можно. Современная медицина дошла уже достаточно давно до такого уровня, что мы можем. Я просто к чему? Телезрители нас смотрят, и кто-то может, знаете, так, фаталист, типа, ну что сделать? Вот если уж суждено бляшки образоваться, суждено потом инсульту, цель ави. А что они там могут сделать? А получается это к чему? Ну, чтобы люди все-таки ходили, потому что не надеялись на авось, или, знаете, как тоже такое, часть населения все время к медицине относится, и не под нами досмотр, вот что будет, то будет, а вдруг что-нибудь найдут. Так, знаете, и боятся идти по этому, а вдруг что-то найдут. Получается, наоборот, хорошо, если найдут, и можно вылечить человека. Конечно, хорошо, если найдут, и можно составить под конкретного человека план его дальнейшего введения. Но я вам могу сказать таким образом, что вот в своей, как бы, повседневной основной работе, я бы вот так сказал, на самом деле ведь ментальность, она приводит, наша ментальность, она приводит к тому, что мы не рано обращаемся, а наоборот уже поздно, когда уже клюнуло. Да, вот, ну тогда-то уж надо, наверное, спасать, вот в чем дело. Поэтому, дабы не заниматься героическими спасениями, проще заниматься профилактической медициной. Вот я к чему, опять-таки, подвожу, да, что не нужно быть фаталистом, ну, типа, вот когда клюнет петух в одно место, скажите, ну, все-таки в этой связи, хорошо, ну, а какие симптомы все-таки человек должны, ну, скажем так, насторожить? Знаете, потому что вот лично я про себя как-то захолол у меня что-то слева. Я скорее к знакомым врачам, ах, вот, в том числе, кстати, к Игорю Абрамовичу Эльгарту, вот. А потом выясняется, как там, что это было какое-то там, короче, с сердцем никак не связано, просто там что-то, зажим какой-то, что-то зажало и так далее. Ну, что-то типа кардиологии, я понял ваш вопрос, да. Вот, да, да, вот, верно вы сказали. Понимаете, а я там скорее уже, а вдруг, соответственно, а что людей должно насторожить? Ну, вы знаете, вот так вот прямолинейно на этот вопрос ответить достаточно тяжело. Почему? Потому что заболевания сердца в клинической своей симптомологии, они имеют достаточно разнообразные клинические проявления, да. А то, о чём вот вы как привели пример, а, безусловно, ведущей жалобой является боль в груди. И если мы говорим об острых сосудистых катастрофах и при инфаркте, то да, действительно, в большинстве своём боль в груди – это такой вот ведущий патогномоничный симптом. Вот, но опять... Ну, понимаете, просто вот, наверное, обычный человек, я неоднократно уже это говорил о том, что обычный человек, наверное, в силу, ну, того, что он с этим не встречался и не обладает полнотой знаний, а дифференцировать болевой синдром в груди он не может. Вот, конечно, если мы обратимся к специалистам, они вам расскажут, что для кардиальной боли, истинной сердечной боли, да, характерна её локализация за грудиной, а не в левой или в правой половине, а именно за грудиной, да, по своему характеру это давящая и сжимающая боли с характерной радиацией или распространением, да, в левую руку, челюсть слева, под лопатку, да, которая возникает, как правило, на фоне физической активности, ну, или иногда в покое, и купируется или прекращением нагрузки, да, или, там, приёмом нитроглицерина, который купирует эту боль. Вот, а оно, тем не менее, на грудную клетку проецируется огромное количество болей. Они абсолютно разные по своим, по своей детализации, по своим характеристикам. И вот это может определить только врач, в моём понимании. Ведь если вот мы обратимся к западу, вот у нас есть, да, кардиологические отделения, а там вообще есть огромное отделение, они так и называются, БББГ. Это отделение или блоки для больных с болью в груди, где происходит именно дифференцировка. Поэтому, скажем так, дифференциальную, ну, дифференциацию боли в груди должен проводить медицинский работник, но это врач. Самостоятельно на это, наверное, это сделать тяжело. Ну, понятное дело, что иногда мы прекрасно понимаем, что у нас кольнуло, ну, кольнуло и кольнуло. Вот что, да. Да, ну, это кардиология или теракология. Ну, одно дело, когда это кратковременно, а другое дело, когда это, ну, допустим, изнуряет. Ну, наверное, с такими вот видами болей можно исходно обратиться к участковому терапевту. Может быть, и не нужно бежать сразу к кардиологу. И уже непосредственно врач-участковый терапевт на первичном, да, амбулаторном звене, а дифференцировав, он сам решит, сопоставив изменения на ЭКГ с клинической симптомологией, нужна ли консультация кардиолога она или не нужна. Если он посчитает нужна, то, соответственно, он ее организует. Но это боль в груди. Но ведь для кардиальных болезней характерна и такая жалоба, как отдышка. Это характерно такие же, а хотя отдышка, да, и тоже вот в нынешнюю эпоху, когда мы знаем, да, чем опасен, ну, не то, что гипотинамия, чем опасен коронавирусная инфекция, да, ее последствия и так далее. То есть отдышка все-таки она приобретает тоже достаточно большое значение в клинической симптомологии. Это различные перебои в работе сердца, да и синкопальные состояния тоже являются основной, и, ну, является одной из жалоб при болезнях системы кровообращения. Поэтому, повторюсь, клиническая картина может быть разнообразна. И, как бы, опираться на какую-то конкретную жалобу, наверное, не стоит. Но ведущей, безусловно, будет боль в груди. А вот гипертоников что должно осторожить? Те, кто, а ладно, нормально привык, там что-то все-таки какие симптомы должны осторожить, кроме, может быть, вот этого общего состояния, когда тебе кажется, что у тебя высокое давление, не знаю, может, какие-то мушки перед глазами и так далее. Понимаете, а гипертоники – это вообще такая, скажем так, это такие больные, они по-разному могут переносить свое артериальное давление. И если кто-то, вот он является гипертоникой, кто-то его может ощущать, да, а кто-то может вообще иметь высокие цифры артериального давления, но они клинически никак не будут проявляться. То есть даже не клинически, никаких неприятных субъективных ощущений на фоне повышения давления у этой группы не будет. Но в то же время, ну, зачастую, конечно, это все протекает, допустим, повышение артериального давления, оно характеризуется и сопровождается появлением главных болей, преимущественно в височных, затылочных областях, может быть, как вы уже правильно сказали, мелькание мушек перед глазами. На фоне гипертонического криза нечасто, нередко встречаются явления, допустим, и диспепсии, и тошнота, рвота. Ну, то есть человек не будет ощущать повышение артериального давления. Тоже здесь совокупность, масса, может быть, клинических проявлений. Скажите, а что важно знать людям, родственникам, опять-таки, тех людей, которые уже перенесли сердечно-сосудистые заболевания? Ну, вы знаете, если мы говорим, ну, опять-таки, сердечно-сосудистые заболевания, у нас есть как бы наиболее значимые, да, мы уже вот сказали, это острый инфаркт миокарда, ну, просто инфаркт миокарда, и мозговые катастрофы, это инсульты. Вот, ну, сейчас я думаю, что мы коснемся в большей степени инфаркта, да, как бы это основная такая моя нозология в виду, профессия основной, да. Я вам так могу сказать, что, конечно, человек, который перенес инфаркт миокарда, ну, нужно понимать, что это не приговор. Хотя многие это воспринимают как прям большую жизненную катастрофу. Ну, случилось, случилось. Сейчас лечат инфаркт миокарда достаточно хорошо. В том числе в городе Твери и в области у нас создали очень хорошую, скажем так, инфарктную сеть, да, с головным центром в областной клинической больнице, это региональный сосудистый центр, где развернуто очень большое отделение, которое в своем составе располагает хорошим блоком реанимации и располагает возможностью рентген-эндоваскулярной вылечения острого коронарного синдрома или острого инфаркта миокарда. Поэтому, ну, если человек перенес острый инфаркт миокарда, то, конечно, на этом жизнь у него не заканчивается. Ну, перенес он это событие и перенес. При правильном подходе именно в понимании того, что болезнь-то она уже есть, при соблюдении тех рекомендаций, которые ему будут даны при выписке исходно и в дальнейшем они будут корректироваться амбулаторно, в частности, допустим, амбулаторное звено – это наш кардиодиспансер, то качество жизни у пациента страдать не будет. Опять-таки, здесь, конечно, в каждом случае это все индивидуально, потому что сам по себе инфаркт и инфаркт страшны его осложнения. И кто-то перенес инфаркт миокарда, и у него это протекает без осложнений, а кто-то перенес инфаркт миокарда, который трансформировался впоследствии с тяжелой хронической сердечной недостаточности. Такое может быть. Я вот вам задам вопрос. Сколько человек может перенести инфарктов миокарда? Не знаю. Даже никто не задумывался. Ну, правильный ответ – сколько угодно. Я думал, что вы скажете, что треуты пациента. Да, но нет, на самом деле такой четкой цифры нет. Поэтому строгое соблюдение рекомендаций после выписки из стационара обеспечит человеку достаточно приверженность к терапии, приверженность к лечению, обеспечит ему достаточно хорошее качество жизни. Тем более сейчас лекарственные препараты, если мы об этом говорим, достаточно высокого уровня эффективности, безопасности приема, и что было доказано многочисленными клиническими исследованиями, и сейчас весь этот арсенал, фармакологический арсенал, он доступен человеку, который перенес инфаркт миокарда. А вот хорошо сказали, доступен. Действительно, не сталкиваются ли люди с такой проблемой, что вот им выписал доктор, прописал лекарство, он смотрит, ну, бешено дорого. То есть, если действительно есть такие дорогие лекарства, есть какие-то льготы для жителей нашей области? Ну, смотрите, вы действительно сказали правильные вещи, потому что если мы говорим о ценовой политике, то разброс цен, он может варьировать. Кроме того, нужно ориентироваться на возможности самих пациентов. Но в этом отношении у нас есть очень хорошая социальная мера поддержки. Она называется льготное обеспечение лекарственными препаратами. На территории Тверской области эта программа работает, работает уже давно. И пациенты по один, ну, это как по всей, в общем-то, нашей стране, да, у нас есть один приказ, который регламентирует льготное лекарственное обеспечение пациентам, ну, допустим, перенёсшим острый инфаркт миокарда, перенёсшим инсульт, пациенты, которые подверглись высокотехнологичному медицинскому лечению. И на территории области эти пациенты получают лекарственное обеспечение. Для этого они должны обратиться после выписки из стационара, они обращаются, ну, как это происходит сейчас, или в кардиодиспансер. Доктора на приёмах у нас выписывают им рецепты, и дальше они идут в аптечные пункты по рецептам получать льготные лекарственные препараты, или в территориальной поликлинике участковый тот же терапевт или при наличии кардиолога. Также, соответственно, рекомендациям в выписанном эпикризе врача-стационара выписывают лекарственные препараты этой категории пациентов. И я хочу сказать о том, что если раньше это было на уровне одного года, то сейчас по распоряжению правительства Российской Федерации те острые коронарные события, которые произошли в период с 1 января 2021 года, то выписка льготных лекарственных обеспечений пролонгируется на два года. Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях был новый главврач кардиодиспансера нашего областного Николай Жуков. Мы говорили об актуальной проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Вот как вы только что слышали, государство, в виде в том числе и региальных властей, не бросит людей один на один с болезнью и с лекарствами, поможет и с лечением. Но самое главное, не стоит доводить дело уже до лечения, как вот вы слышали только что мнение врача, просто надо вовремя проходить спонсоризацию, не надеяться на авось и надеяться, что как-то авось пронесёт. И тогда не придётся вам покупать дорогих лекарств, вообще будет тебя чувствовать прекрасно и замечательно. Спасибо большое, Николай, за участие в эфире. Вам спасибо. До новых встреч в эфире. Хорошего вам здоровья и самочувствия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова